Благоустроенная оборудованная стоянка для такси на территории аэропорта не роскошь, а необходимость. Остановка с графиком движения общественного транспорта с сообщением аэропорта НАПА – обязательное условие. Причем не только для автобусов. В расписании должно быть указано время движения такси легальных перевозчиков. Сейчас временное будет вывешено и в дальнейшем будет нормальное расписание вывешено для того, чтобы информировать пассажиров, прилетающих на отдых, о прибытии автобусов. Также будет информация о легковых такси. Исправлять недоработки в Анапском аэропорту взялись после рабочего визита главы курорта. Сергей Сергеев обратил внимание ответственных служб на то, что прибывающие в Анапу туристы, сойдя с трапа самолета, оказываются предоставленными сами себе. Не информация о движении городских автобусов, не разъяснение о риске использования нелегальных такси. В этом году ситуация в сфере пассажирских перевозок должна кардинально измениться. Отныне бомбила нежеланные гости в Анапе на ее главных транспортных узлах, на авто-железнодорожных вокзалах в аэропорту. Права гостей курорта и жителей курорта на безопасное передвижение охраняют власти города, запрещая нелегальным таксистам устраивать стихийные стоянки и буквально за руки тащить пассажиров в автомобиль. Проверенные работающие под белым флагом таксисты и только через диспетчерскую службу. Такие требования предъявляют перевозчикам. И предупреждают пассажиров о безопасности уже в аэропорту. Разрабатывается информация для информирования пассажиров о том, рекомендация об использовании легальных легковых такси и автобусов. Фирменный, значит, качественный. Все фирмы такси, зарегистрированные в Анапе в период летнего сезона, будут работать в оптимальных условиях. Добросовестным перевозчикам создадут преференции. Нелегалов по-прежнему ожидают штрафы и лишения транспорта за попытку отбомбить сезон. Также повышенное внимание уделяют внешнему виду территории. Все здания, вокзалы, прилегающие к ним территории, должны быть в идеальном порядке 24 часа в сутки, во время высокого сезона и после него.